Май 1945 года. Германия. Рукой подать до Берлина. Близится победа, но еще летят пули, рвутся снаряды. Главные герои – рядовые, солдаты, прошедшие всю войну, обычные люди с искалеченными судьбами, родные убиты, дома сожжены. Погрузить зрителя в эту атмосферу смогут актеры театра Тихоокеанского флота. Сейчас вообще в современном мире очень сложно найти современную хорошую пьесу о войне, либо вообще о военных событиях. И вот по прошествии столького времени я не нашел ничего лучшее. Я взял пьесу «Рядовые», прочел ее, вспомнил. И вот на сегодняшний день, практически за неделю до премьеры, на мой взгляд, это одна из самых лучших пьес на тему, вот хочу подчеркнуть, не просто о войне, на тему Великой Отечественной войны. Пьеса «Рядовые» увидела свет еще в 1985 году. Драматург Алексей Дударев хотел написать произведение о войне так, чтобы в нем были живые люди, а не громкие лозунги. И у него получилось. В этой пьесе нет активного действия. Герои говорят о том, что будут делать после победы, о родных, погибших и живых – о вере. О том, что волновало всех, кто пережил ужас войны. С современным актером понять все это очень сложно. Мне кажется, современному человеку сейчас-то практически невозможно до стопроцентной какой-то такой достоверности достичь вот этого всего образа. Мы можем только каким-то образом прикоснуться, посмотреть фильмы, рассказы. У меня дед прошел войну, мне бабушка много об этом рассказывала. В головах современного человека невозможно до конца это прочувствовать и пережить. Произведение долгожителей «Рекордсмен». Его ставили и на столичных площадках, и в глубинке. Был период, когда спектакль одновременно шел в ста театрах Советского Союза, а драматург отмечал на карте красными флажками города, которые завоевала его баллада. Поэтому перед тем, как ставить этот спектакль, труппа театра ТОВ решила поговорить напрямую с автором, посоветоваться, чтобы не потерять самобытности пьесы. Вдруг я вот понял, что если мы хотя бы на миллиметр в понимании того, что происходило в то время, приблизимся, если мы зрителю сможем дать вот этот грамм этого понимания, этих ощущений, этого ужаса, этого дикости, этой катастрофы, которую люди на своих плечах вынесли, тогда это будет наша победа. Чем обернуться для рядовых последние дни войны, можно будет узнать в Театре Тихоокеанского флота. Премьера назначена на 9 мая. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.